Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас в радиусе 60 километров вокруг города Краснодара, а также по его ближайшему окружению в станицах, малых городах, как с домами, так и с квартирами, как с застройщиками, так и с готовым жильем, а также по Черноморскому побережью от Анапы, даже от Темрюка до Новороссийска. Тоже с домами, с квартирами, с готовыми, со строящимися. В общем, если вы ищете какой-то объект недвижимости в Краснодарском крае, либо не знаете, куда же все-таки вам лучше переехать, пишите, звоните, поможем, проконсультируем, расскажем, ну и выберем то место, этот объект, который подойдет именно вам. Что же будем смотреть сегодня с вами? Мы находимся в Северском районе, это территория Предгория, одна из многими любимая, такой любимый район, и будем смотреть с вами сегодня интересные домки. Чем же он интересен? Пойдемте на участок, буду вам показывать и рассказывать. Потому что объект такой очень-очень своеобразный, он для большой семьи. Если с предыстория объекта брать, в свое время люди переезжали из другого государства, переезжали тремя семьями, родители и плюс две семьи детей. И строили этот объект именно по принципу, чтобы жить всем вместе, но каждым в своем жилье. Новый дом для себя, своими силами строилось это все, вводилось в эксплуатацию дом в 2009 году. Ну и вот жили на первом этаже родители, на втором этаже квартира отдельно, с отдельным входом одна семья детей, а вторые так и не доехали по итогу, переехали в другой регион квартиры, осталось при чистовой отделке. Интереснейший объект именно для большой семьи, или же, как вариант, на первом этаже можно жить, а две квартиры на втором этаже сдавать в аренду, ну и получать такой пассивный доход. Сейчас все буду показывать и рассказывать. Итак, переходим с вами к осмотру самого жилого дома, земельного участка. Начнем с земельного участка, как обычно. Здесь у нас широкий фасад, ширина фасада порядка 20 метров, забор на фундаменте, на кирпичных столбах, на металлическом каркасе, и все это сверху зашито профлистом. Обратите внимание, с левой стороны у нас две въездные группы ворот с фасада зданий, и высокий монолит залит. Мы попадаем в большой пристроенный гараж, теплый к дому, с заездом под две машины. Площадь гаража будет порядка 80 квадратных метров. Значит, ширину фасада, сказала, хорошая ширина, порядка 20 метров. Площадь земельного участка 10 соток. Участок назначения ИЖС стоит на кадастровом учете. Дом также посажен на кадастровый учет. Постановка произведена, и привязка дома землю есть. Значит, обращаем внимание, что от калиточки выложена плиточка тротуарная, и вот с левой стороны уже начинаются ваши будущие розы. В декабре, да, кто-то за подснежниками, да, в сказках, а у нас тут вот розы собираются распускаться и опять начинают оживать. В общем, очень теплая в этом году зима. Проходим, смотрим, да, что плиточка у нас тротуарная вплоть до самого земельного участка. Вот такие же лобки проложены для того, чтобы водичка убиралась и не стояла на земле. В северском районе прям земля очень плодородная. Если учесть, что на 10 сотках можно, ну, прямо полноценно заниматься огородом, то вот все эти грядки, да, можно освоить, ну, либо частично убрать, при этом использовать место под постройку бани, поставить мангальную зону, беседку, ну, вот такие дела. Смотрим с вами земельный участок. Много достаточно разных деревьев. Здесь у нас есть и три сливы, и айва, и груша, и инжир, унаби, фундук. Перед домом сидят еще две вишни, грецкий орех также есть на участке, калина. И с кустарником у нас есть малина, ежевика. Ежевика хозяйка сказала прямо вот огромная. И очень сладкая смородина. Ну, вот если говорить опять про нашу зиму, ну, вот они, вот они, розы, да. Прям радуют глаз. Очень красиво будет на этом участке по лету, поскольку, да, розарии высажены. И рисы тут вижу тоже, плантация прям большая. Ну, в целом, участок достаточно большой, просторный, хороший по ширине, по конфигурации. Сейчас мы зайдем вот в правая сторона дома. Тоже огромная площадь земли. И важно, что есть распашные ворота. Когда участок большой, хорошо, что оставили это место. Сюда можно загнать мини-трактор, да, мини-технику сельскохозяйственную для того, чтобы вспахать участок. Что касается забора, то ситуация следующая, да. Да, вы видите, что по периметру, по фасаду забору комплектовано с профлиста. По задней стенке также с соседями у нас профлист. И по длинным сторонам, по боковым, с одной стороны сетка рабица, с другой стороны смешанный забор. На металлическом каркасе шифер, ну, и также сетка рабица. Ну, в целом, вот по участку мы с вами осмотрелись. Можем приступать к разговору о самом жилом доме и о коммуникациях, я думаю. По земельному участку в целом должно быть все понятно. Что касается самого дома. Дом у нас полностью кирпичный. Такое прям капитальное-капитальное строение 2009 года. Есть крыльцо и, соответственно, дом высокий. Это не просто так. Там внизу подвал. То есть подвал практически под всем домом. И смотровая яма огромная под всем гаражом. Поэтому внутри фундамент, плиты, далее цоколь, дальше вот она плита. И пошло строительство самого жилого дома. Массивное-массивное строение. Давайте обратим внимание сверху на крышу. Важный момент здесь, что она у нас оцинкованная. В общем, очень долговечная штука. Может быть, кому-то покажется не очень привлекательной и красиво выглядящей. Но на самом деле очень-очень хорошо служит. Крыша двухскатная, фронтоны подшитые. Система водостока сделана. Давайте обойдем еще раз. Посмотрим по фасадам. Обратим внимание на кладку. Видимых дефектов я нигде не обнаружила. Здание соответствует возрасту постройки. Но в целом такой устоявшийся хороший дом. Смотрите, из подвала правильно сделаны вот эти вентиляционные отдушки. Для того, чтобы сырости и конденсата внутри там не скапливалось. В целом строили на совесть. Видно, что явно строили все это дело для себя. Ну что, давайте будем переходить к осмотру самого жилого дома. Пока идем, чтобы зайти в дом, давайте обращу внимание на коммуникации. Значит, газ у нас здесь заведен. Причем во все три части дома, буду называть их квартирами. Хотя по документам это у нас жилой дом. Во всех трех помещениях у нас будет свой газовый счетчик заведен. И подводка дома к газу централизованная есть. Очень важный момент, друзья. В этом доме, вот прям такими буквами будем писать, все центральные коммуникации. Газ, свет, вода. К этому все привыкли. Канализация. Канализация центральная в станицах, либо в поселках городского типа в Краснодарском крае. Но это такой вот мини-нонсенс. Потому что по пальцам могу посчитать вообще, где он у нас присутствует. Так, ну что, будем сейчас смотреть с вами первый этаж. Он у нас большой. И две квартиры на втором этаже. Общая площадь дома. 284 квадратных метра. Но это площадь с учетом гаража. Без гаража у нас полезной площади 209 квадратных метров на два этажа. И площадь первого этажа у нас будет составлять 82 квадратных метра. Пойдемте смотреть. Ну что, добро пожаловать домой. Как я вам часто говорю, дом находится в новой части постройки. Но максимально близко к центру станицы. Поэтому здесь до школы, до садика, до ближайшей остановки общественного транспорта, до магазинов. Ну, порядка, максимально 10 минут пешком. В доме все центральные коммуникации. И это очень важно. Потому что газ, свет, вода мы привыкли. А вот дом найти с центральной канализацией в Краснодарском крае. Это прямо такое, да? На удивление. Стоимость данного объекта. Вот важный момент. Стоимость данного объекта. Всего объекта. 284 квадратных метра. Дом на три жилых помещения. На три семьи. Стоит 8 миллионов 500. Вот первый этаж у нас полностью с ремонтом. Давайте будем смотреть. Первое помещение. Это у нас большой холл. Общее помещение. Холл, холл, гостиная. А площадь его составляет 29 квадратных метров. Да, практически 30. И отсюда пошли двери в разные жилые помещения. На полу лежит плитка. Стены от штукатуры на шпаклевываны. Стены здесь под покраску. Потолок также подвесной здесь. Все ровненько. И также он у нас под покраску. Высота потолка по дому порядка 2,80. Ну что, будем проходить в левую сторону. И первое помещение, которое нас здесь встречает, это зона кухни. Площадь ее составляет 12,3 квадратных метра. По ремонту мы видим, что стены облицованы плиткой сверху до низу. На полу также лежит плиточка. Потолок здесь подвесной. И зашит пластиковыми панелями. По всему дому у нас установлены стеклопакеты. Выводы сделаны все под садтехнику. Под водичку, металлопластик, трубы. Ну и, соответственно, система в виде радиаторного отопления. Батареи с регулированными датчиками подачи тепла. Часть стены у нас плитка. И часть стены это у нас обои моющиеся. Могу предположить, что будет у меня сейчас часть комментариев о том, что маленькая кухня для такого дома. Ну, нельзя не согласиться. В целом, за счет того, что вот здесь 29 практически у нас метров площадь холла, вполне себе можно вот эту стеночку убрать. Для того, чтобы объединить и сделать это большой кухней-гостиной. Потому что, смотрите, друзья, если про перепланировки кому-то нравится, не нравится, но я все равно могу говорить. Вот здесь мы можем с вами установить часть стены, для того, чтобы оформить зону прихожей и входную группу. И, соответственно, вот это все будет зона кухни-гостиной. Ну, или зона кухни. Почему здесь не держались за гостиную? Потому что, собственно говоря, она у нас здесь есть. С левой стороны от кухни у нас расположился санузел. Санузел здесь раздельный. Это зона ванной. Площадь ее составляет порядка 4,5 квадратных метров. Душевая кабина, стены также облицованы плиткой. Коммуникации все подключены, подведены. Все в рабочем состоянии. Потолок здесь у нас подвесной, пластик, осветительный прибор, вытяжка. Здесь все установлено и сделано. Далее переходим с вами в следующее помещение. Это зона санузла. Санузел, напомню, что у нас здесь раздельный. Стены облицованы плиткой. Потолок также здесь подвесной, пластиковые панели. Унитаз установлен, подводка воды, панализация. Напоминаю, что канализация в данном жилом доме центральная. Следующая дверь, которая нам встречается. Кажется, что мы в Нарнию попадаем, но это не так. Это будет выход в гараж, поскольку их два. В этот выход мы не выйдем. Я вам покажу другой выход. Но вот это тоже выход в гараж. Далее мы с вами идем в жилую комнату. И зал, гостиная, кому как нравится. Площадь большущая. 28 квадратных метров. Стены под покраску. На полу лежит здесь уже ламинат. Потолок гипсокартон. Все это также под покраску. Два стеклопакета тройных. Батареи. В общем, обычная жилая комната. Вариантов много могу предложить. Что здесь делать, как сделать, как перепланировать, как улучшить. Но это уже в индивидуальном порядке. Кому будет интересен этот объект, будем уже смотреть и на месте фантазировать, что сделать. В целом, получается у нас здесь три жилые комнаты. Большая комната. Раз. И две небольшие спальни. Пойдемте их посмотрим. Первая жилая комната. Площадь ее составляет 10 квадратных метров. Комната ближе к квадрату. На полу лежит ламинат. Стены под покраску. Ну и точно так же, как и по всему дому, потолок также под покраску. Тройной стеклопакет. Система радиаторного отопления. Выключатель. Ротеточки. Все предусмотрено. Следующую смотрим. Жилую комнату. Площадь ее составляет 9,9 квадратных метров. Округлим до 10. Квадратная комната. Также обои. Стены под покраску. Ламинат на полу. Ну и под покраску потолок. Возвращаемся в зону кухни. Помните, да? Кухню мы когда с вами проходим, у нас с левой стороны есть дверь. Вот специально ее открыла. И далее мы попадаем в подсобное помещение, в котельную. Стоит напольный газовый котел, который работает на отопление жилого дома. Газовые щечки расположились. Кстати, сразу скажу, очень удобно в доме сделаны. Есть общий щечек. Есть щечек по отдельности на каждое помещение. Поэтому если вдруг сдавать второй этаж, одну хотя бы квартиру, то можно все эти коммунальные платежи разобрать по цифрам и разделить. Все это считается. Такая прям полноценная котельная из зоны кухни. И далее мы с вами уже выходим из кухни. Вот попадаем в та дверка, которая сейчас у нас открылась. Попадаем в гараж. Так, как мы уже с вами говорили ранее, гараж у нас большой на две машины, две въездные группы, металлические ворота. И под всем вот здесь гаражом у нас есть яма. Кстати, про перекрытие в доме. Пока мы смотрим, первый этаж, видим, что бетонные перекрытия. И точно такие же у нас будут на втором этаже. Это важный момент, который всегда просите уточнять. Что касается самого вот этого соколя а-ля подвала, то достаточно большой. Здесь в одной части землю вывезли, выгребли, а во второй части нужно им заниматься. Поэтому говорю, что возможность этого подвала есть под всем домом, но его нужно доработать. Что касается въезда для машины, давайте здесь обратим внимание. То необходимо, ну сама по себе машина сюда не заскочит. Она же у нас не лягушка, которая прыгает. Здесь необходимо дозалить бетонную эстакаду, вот такую, небольшим градусом подъема. Для того, чтобы с участка можно было сразу оп и заезжать прямо в ворота. Наличие такого гаража, пристроенного в доме, очень-очень удобно. Гараж у нас отапливаемый, поэтому железный кой наш никогда здесь не замерзнет. Выведено освещение, есть смотровая яма, но мужчины поймут. Доработок здесь, по сути, немного, только залить бетон для заезда под машину. Входа в гараж два, еще раз повторюсь, первый из котельной один. И вот лесенками закрыта. Вот здесь та дверка от санузлов, в которую мы не могли с вами попасть. Собственно, первый этаж мы с вами осмотрели. Предлагаю переходить к осмотру второго этажа. Там у нас еще целых две квартиры. Поэтому дом на три семьи, либо дом с возможностью аренды второго этажа. Вот сейчас насчитаю вам пассивного дохода. Со стоимостью дома 8500. Пойдемте смотреть. Ну что, друзья, смотрим с вами сегодня. Большой объект, большой по площади. Поэтому обзор будет такой, ну, прям объемный. Площадь дома, напомню, что общая у нас 284 квадратных метра. Первый этаж мы с вами осмотрели. И вот сейчас по таким ступенечкам мы поднимаемся с вами на второй этаж. Первый этаж в том формате, как я вам представила. А на втором этаже у нас будет две квартиры. Будем смотреть с вами первую квартиру. Квартиры две абсолютно идентичные. Они, ну, такие два близнеца, только в разные стороны. Одна из них у нас с ремонтом. Площадь ее составляет 64 квадратных метра. Вторая квартира такая же, только в предчастовой отделке. Поэтому у вас есть возможность сделать ремонт под себя. Ну что, мы с вами добрались по такой вот металлической лестнице. Даже выйти, если мужчинам покурить на балкончик. Хотя я за ЗОЖ. Но все-таки такая возможность имеется. Ну и сверху, да? Гид имеет значение, когда у тебя не многоэтажки, не окна в окна. Ну, это, конечно, здорово. А наше солнышко, да, я как кот сегодня на солнышке стою и греюсь. Уже практически первое декабря завтра у нас на дворе. А вот такая погода в Краснодаре. Проходите, пожалуйста. И будем с вами смотреть квартиру. Так, ну что, солнышко. Ухожу, захожу в жилое помещение. Сказала, что смотрим квартиру, потому что для меня это формат квартиры. Да, так привычнее, так удобнее. Но напомню, что это единый жилой дом с единой площадью. По квартирной это купить нельзя. Это можно купить только полным объектом, полным жилым домом по стоимости 8500. Отдельно квартиры здесь не продаются, потому что статус жилого дома. Итак, зашли с вами на второй этаж. 64 квадратных метра общая площадь данного помещения. Прихожая прямоугольная форма, 13 квадратных метров, включая вот этот вот заворот Г-образный. На полу здесь у нас лежит плитка, стены, оклеенные обоями, потолок, водоэмульсионка под покраску. Что касается прихожки, больших шкафов тут нигде не наставишь. Здесь может встать узкая, ну, узкая какая-то входная группа под прихожую. Ну, скорее всего, с чем-то с настенными вешалками. Если говорить про какой-то шкаф, который можно организовать, вот здесь угол у нас есть. И вот в этом углу можно организовать какой-то шкаф для хранения, для одежды. Давайте будем осматриваться вот так вот слева направо и пойдем сначала по жилым помещениям. Первая жилая комната вашему вниманию. Площадь ее составляет 10,7 квадратных метров. Она у нас квадратной формы. На полу лежит ламинат, стены, оклеенные обоями, потолок, водоэмульсионка. Под покраску стеклопакеты, повторюсь, по всему дому. Система радиаторного отопления с трубами по металлопластик. Также везде все разведено. В целом, вот в целом, если объективно брать, то конструктива дома, конечно, очень-очень хороший, интересный. И можно, ну, тут прям есть с чем работать, как говорится. Можно однозначно зайти и жить, что на первый этаж, что на второй этаж. Да, без каких-либо дополнительных вложений только обставиться мебелью. Хотя, вот как вы видите, второй этаж, так или иначе, он мебелирован. Давайте будем переходить к осмотру следующего помещения. Это зона кухни. Не упирались здесь в 2009 году на большую кухню-гостиную. Да, поэтому кухня по обычному формату. Площадь ее составляет 8,5 квадратных метров. Стены облицованы плиткой. На полу также лежит плитка. Потолок здесь подвесной. Пластиковые панели. Газовый счетчик, да, видите, также установлен отдельно на это помещение. А отопление идет все от первого этажа. Но, друзья, обращу ваше внимание, что если очень хочется иметь большую площадь, то можно соединить вот с этой стеной, вот с той, со второй комнаты, да. Получается, там у нас почти 11 квадратных метров. Здесь почти 9 квадратных метров. Ну, вот вам кухня-столовая большей площадью. Если вам не нужно столько жилых, ну, столько жилых помещений, не нужны три спальни на втором этаже. Мы можем с вами оставить две жилые комнаты и большую кухню-гостиную. Ну, опять это моя фантазия. Так, мы идем с вами слева направо. И из зоны кухни мы попадаем в зону санузла. Вашему вниманию раздельный санузел. Это прям все, как я люблю. Здесь у нас 1,3 общая площадь данного помещения. Вы видите, что сантехника установлена. Все в приемлемо хорошем состоянии. Стены облицованы. Плиточкой на полу также плитка. Канализация, пластик. Все это разведено. Водичка, все подключено. Напомню, что в доме у нас центральная канализация. Переходим с вами в следующее помещение. Это ванная комната. Площадь ее 4 квадратных метра. Стены облицованы кафелем. На полу также лежит кафель. Установлена ванна на метр 70. Тюльпан. Ну, и вот такая вот штука. Бойлер на горячую воду. И осталась у нас комната. Площадь ее составляет 7,5 квадратных метров. Стены оклеены обоями. Потолок под покраску. На полу лежит ламинат. Такой хороший косметический ремонт. Ну что, осмотрелись мы с вами по основным помещениям нашей квартиры второго этажа. Буду так ее назвать. Не поднимается язык. Называть это частью жилого дома. Ну, полноценная квартира на втором этаже. Причем еще с хорошей планировкой. И мы попадаем в зону. Это у нас получается гостиная. 24,5 квадратных метра. Опять же, вариантов масса, что с этим можно сделать. Можно, если уж демонтажем каким-то заняться ремонтными работами, эту комнату можно вполне себе разделить на две жилые комнаты. Сделать их по 12 квадратных метров. В ванне больших. И установить посередину стену. И сделать две двери. По итогу мы получим с вами те же три жилые комнаты. А вот, когда мы находились с вами в кухне, я вам говорила, как можно соединить спальню с кухней. Чтобы получить практически 20 метров кухню-гостиную на ту сторону. А вот эту комнату полноценно разделить на две жилые комнаты. Таким образом, ну вот, разграничив, да, зону кухни-гостиной и жилые помещения. Но, опять же, это мои фантазии и предположения вам. А в целом, можно рассматривать квартиру в том формате, как она есть. Большущая, 24 метра гостиная. Две изолированные комнаты. И кухня площадью 8 квадратных метров. С санузлом раздельным. То есть такая полноценная трехкомнатная квартира в стандартной девятиэтажке 2000-х годов. Вам в совокупности в нашем большом доме площадью 284 квадратных метра. Точно такую же квартиру, но на другую сторону мы с вами сейчас пойдем посмотрим. В предчастовой отделке. Там постараюсь уложиться побыстрее. Ну, потому что смотреть белые стенки не всем интересно. В целом, квартира, как вы видите, в хорошем состоянии. Прямо с таким хорошим косметическим ремонтом можно заходить и жить. Хочется в нее вдохнуть немножко жизни и человеческого присутствия, поскольку вторым этажом давно никто не пользовался. Хозяйка только все присматривает, убирает и пыль протирает. Поэтому здесь такое состояние на крепкую-крепкую четверочку. Так, ну что, одну квартиру мы с вами осмотрели. Напомню, что дом у нас полностью кирпичный 2009 года постройки. И на второй этаж у нас вот поднялась и ведет вот такая металлическая лестница. Все, кстати, очень комфортно, широко, все устойчиво. Первую квартиру мы с вами осмотрели, а вторая квартира у нас вот по эту сторону. Прям такой близнец. Все то же самое, только в предчастовой отделке. Давайте будем заходить и смотреть. Так, ну что, здесь сильно подробно останавливаться, друзья, не буду, потому что в целом уже все рассказала по площадям, поэтому очень бегло и обзорно. Стены под поклейку, механизированная штукатурка, полстяжка, но не чистовая. Поэтому здесь немножко этот момент нужно доработать. Электрика вся выведена, разведена. Потолок в чистом виде здесь под покраску, но есть возможность, думаю, сюда спокойно и подтянуть, сделать натяжной потолок, поскольку высота позволяет. Пойдемте по планировке. Значит, вход прихожая, тот же самый, 40 см в неволе, на 30 см здесь прихожка встать может. И мы идем дальше по помещениям. Первое помещение с правой стороны. Комната площадью 10,8 квадратных метров. Правильные квадратные формы. Скорее всего, это будет жилая комната. Следующее помещение в черновом варианте. Оставили стены, штукатурку, но с целью той же, как вот по предыдущим помещениям, поскольку там плитка. Если плитка, то белые стены нам выводить не требуются. Они клеятся более качественно вот на такую стену, на штукатуренную. В общем, площадь помещения порядка 8 квадратных метров. Следующее помещение у нас здесь санузел. Точно так же стены оставлены под плитку. Коммуникации все заведены. Все разводки сделаны. Канализация, вода, электрика, отопление. Переходим к осмотру следующего помещения. Это у нас должна быть ванная комната. Площадь ее составляет здесь 3,9 квадратных метра. Площадь санузла мы вышли 1,3 квадратный метр. Санузел раздельный. Повторю, что это очень удобно. Стены подготовлены здесь под облицовку плиткой. Также переходим в самую большую комнату. 24 квадратных метра. Стены в предчистовой отделке. Тяжка бетонная на полу. Напомню, что у дома первый, второй этаж. Бетонные, железобетонные перекрытия. Хочу обратить внимание самых внимательных. Извините уж за тавтологию. На вот это вот что-то тут будут говорить. Дом разваливается. Это не дом разваливается ни в коем случае. Это есть небольшой дефект за счет того, что ремонт не сделан. Штукатурка. Вот эта вот резнула. Вот эта вот штукатурка. Это ни в коем случае не стена. Ну, страшного в этом нет ничего. Так, с этой комнатой определились. 24 квадратных метра. И у нас осталась неосмотрена еще одна жилая комната. Осматриваемся с крайней комнатой в этом доме. Площадь ее составляет 7,5 квадратных метров. Спальня, кабинет, гостевая комната, пожалуйста. Пол, стяжка, стены под поклейку. В общем, все в том же формате. Вложение глобальное, как говорится, здесь у нас требуется, не требуется. Вот, по сути, ремонт можно сделать порядка 400 тысяч в данной квартире для того, чтобы зайти и жить, либо ее сдавать. Ну что, друзья, мы с вами осмотрели дом 284 квадратных метра. Со встроенным, пристроенным помещением гараж. Это у нас все с ямой, с подвалом, с центральными коммуникациями. Газ, свет, вода, понятно. Центральная канализация. Вот такими буквами будем везде кричать по этому объекту, потому что это важно. Дом по стоимости у нас 8 миллионов 500. По отдельности купить первый этаж, квартиру на втором этаже, либо в предчастовой отделке нельзя, поскольку это единый объект со статусом жилой дом. Вы можете приехать несколькими семьями, поселиться, жить здесь все вместе, но при этом каждый в своем помещении, в жилом, одну квартиру сдавать. Вот такой вариант вполне себе возможен. И будете иметь всегда пассивный доход, потому что, напомню, что в таких населенных пунктах арендного жилья очень мало, а спрос на него достаточно велик. Поселок городского типа Черноморский, многими любим, находится в Придгорье. Здесь у нас хороший подъезд, ну и в целом поселок, ну такой вот для тихо-спокойной жизни, но все под рукой. Поэтому, если вот такое проживание вы рассматриваете, пишите, звоните, с удовольствием вам все покажем, расскажем уже на месте. А вы подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить вот здесь колокольчики. Каждый день для вас выходит новый обзор, и возможно уже сегодня будет тот дом, который вы ищете. А также внизу ссылочка на наш телеграм-канал. Очень полезная и важная информация именно по недвижимости, ценам, образованию этих цен, именно Краснодарского края. Важно это хорошо, главное честно, и вам многим это поможет. С вами всегда я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс.